Итак, дамы и господа, уважаемые любители пляжного футбола, мы приветствуем вас на заключительном матче сегодняшнего игрового дня. В матче расчищаются команды Стравино, город Москва и Ротан, город Благоград! Ну как я обещал, дамы и господа, сейчас мы проведем небольшую торжественную церемонию открытия Волгоградского этапа Чемпионата России по пляжному футболу. И я приглашаю наших почетных гостей. Это министр спорта Волгоградской области Сергей Николаевич Попков. Ваши аплодисменты. И председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Вячеславович Анахов. И слово предоставляется министру спорта Волгоградской области Сергею Николаевичу Попкову. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на нашей героической гостеприимной земле. Для нас пляжный футбол это новый вид спорта. Мы очень хотим, чтобы он развивался. Тем более, что все прекрасно знают, что сборная России является чемпионом мира, чемпионом Европы по своему виду. Вы увидите здесь мировой уровень. Здесь играет и чемпион мира, повторяю, и легионера, который представляет ведущие сборные бразильские, сборные и португальские. Поэтому, друзья мои, думаю, что нам предстоит увидеть красивое зрелище. Давайте поддерживаем свою любимую команду. Мы пожелаем всех участников показать нам прекрасный фейервер-голос, прекрасные комбинации, чтобы этот праздник остался у нас в душе. Всем успеху! Спасибо большое. Представляется председателем комитета пляжного футбола Российского футбольного союза Сергей Вячеславович Анатольевич. Уважаемые зрители, игроки, уважаемые руководства города, области. Я хотел бы сказать, что на карте пляжного футбольной карты России появился новый регион. Это был один игрок. Он всегда будет, останется и будет футбольным городом. Поэтому я уверен, что вы получите сегодня незабываемое зрелище. И такие ответственные мероприятия будут проходить у вас очень часто. Отдельное спасибо от Российского футбольного союза хотел выразить руководство города за организацию мероприятия. Все очень качественно и красиво. Вас ждет действительно незабываемое зрелище. Поэтому поздравляю всех с открытием турнира. Спасибо. Друзья мои, хотел бы еще добавить, что огромный привет передал всем губернаторам Волгоградской области Сергею Анатольевичу Баженову. И пожелал всем успехов и на площадке, и зрителям, чтобы получили удовольствие. Спасибо большое. Дорогие друзья, просьба у вас всех стать исполняется государственный гимн Российской Федерации. Играет музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Чуть больше двух минут еще предстоит Томантов провести на поле как первого периода, пока без забитых печей. Но, как я уже сказал, наверное, ожидать два доголов в этом матче не приходится. Игра будет достаточно упорная. Цена ошибки очень высока. Это уже супер лига. Это уже чемпионат России. Один из главных типов фитнеси выгодного пляжного футбола. Блестящий играет на этот эпизод Виталий Сидоренко. Мы отмечаем, естественно, удар поворотом исполнения Михаила Чурняева. Получает небольшое повреждение в этом моменте Роман Завиткин. За нарушение правила здесь не фиксировано, но было. И поэтому, соответственно, играть сейчас не запновится. На том, что в первые дни сегодняшнего дня встречались нестанно с городом Санкт-Петербург и Саратовская дельта. За счетом 6-3 победу одержали футболисты Кристалла. В автором матче действующие чемпионы России футболисты Московского локомотива. За счетом 4-0 переиграли Ярославский подводник. Ну и только что завершилась встреча между московскими динамовцами и самарскими пюре Лосаретов. 5-5. Было сыграло на основной дополнительное время и все лифиналки за счетом 2-1 победу одержали московские динамовцы. Счет! Счет! Мат! Последняя минута первого периода. Пауру Синьо, который дебютирует в российском чемпионате его олегом-экономическом таланте уже говорят очень-очень многие. Счет за фото сессии. Счет! Счет! Головникер играет молодежь от Атаховецов. Джерпау. Не знаю, дистанция, но это высший ворот. Ну и временно по последнюю атаку есть Устробино. В рамках первого перегода на топор. Роман Зайкин. Его работы на секунду остается до совершения перегода. Ну что-то, друзья, ваши аплодисменты. Роман Зайкин. Вперед. Счет. Боль-боль. Так, дорогие друзья, уважаемые болельщики. Все готово к началу второго периода матча между Московским Стригином и Папоградским Ротером. В первом периоде, за петли мячей мы с вами не увидели, счет 0-0, вы победите второй период за дополняшная амблагорация, у мяча победа Карабан Андрей Пазартов и Дмитрий Шиша, передача идет на православный веселый журнал и блестящий лоборовый, действует Игорь Масов. 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 Тотков второго периода столкнулись в этом видеокурсе. Два украинских футболиста. Какие-то медали Сидоренко и Галюк Козговой. И Галюк Козговой. И Галюк Козговой. И Галюк Козговой. Новый Синью. Новый Синью. Новый Синью. Рокий, спорта на сзади. Какая борьба за пиач. И в этом я вот пытаюсь запринял бой. Но вы знаете, дорогие друзья, достаточно редкая ситуация. Кто плач, кто за половину матча. Мы с вами, Елена Забитановича, не увидели. Все-таки прекрасный футбол. Гмитович Шиша на острове Атаке Улан. И Елена Забитановича. Орабатывается в четвером обороне. Пока что великолепное действие турбаниста на пороне. Но и братаник. И братаник. И нарушает правила. И лишнейшая на ремонте. Футболисты Строгино получают великолепный шанс. Великолепный шанс. Штрафной удар с такой позиции. Это, конечно, по сути, как финансы. Но давайте вперед за негативу. Смотрим. По сути, ровно половина матча сыграна. Ну и за 6 минут и 8 секунд до завершения второго периода. Великолепный шанс. Великолепный шанс. Великолепный шанс. Великолепный шанс. Великолепный шанс. Великолепный шанс. Пусти и полиция. И после статуирова пробьет Жил Пауло И так, лечет Жил Пауло Удопол, это из Наренкова! Приворим Мимово! Интересные шлементы Очень темнее меня припоют И после исполнения Моя Синева Первый раз мы видим двух футболистов Мы понимаем совершенно, что пушка у него, конечно, справа не один Ростов сумасшедшая Потрясающий скоростный мяч летит после ударов Восьмого номера Волгоградского коллектива Виталий Ситаренко с мячом В сторону Воронежа Пауло Подкидывает себе мяч Передача Адрик Панкарда замечательно берется Дмитрий Шишин И Дороган Завитян Разрежает на стороне Который Около своих парков Водок 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Первый час этой встречи Болгоградский «Рота» выходит вперед. Сумасшедший пассивный выстрел в исполнении «Жилотового». И мяч от плеча Виталия Сидоренко залетает точно в девятку. Ворота московского стабильного «Альдарова»! Шикарнейший эпизод в исполнении у питайского лагеря команды «Рота». Компак! Компак, Миша! Итак, 1-0. Есть забитый мяч в этой встрече. Но и на радость, Болгоградским болельщикам вперед выходит «Рота». Со счетом 1-0, 3 минуты 20 секунд, ищет в рамках второго дерева. Болгоградский «Болгоградский Болгоградский Болгоградский» Антон Гриневе. Блестяще действует в голкиферал «Уагандарской формы». Сдохнуть! Сдохнуть! Миша! Микрисишек! Супар! Болгоградский «Болгоградский» Добро пожаловать! Две минуты до завершения второго периода. 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 Две минуты заходите на сайт 500.000.ru и все примут會 трансляции матчей Волгоградского этапа Чемпионата России. Ну и напоминаем нашим профессионалом Курсово, Илья Курсово! Мечте вперед! С чем становится главой? Росток! 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 Автор за битву еще номер второй, капитан команды «Рутер Волгоград» Андрей Панкрада! Волгоград! И блестящий отход в грибе. Так вот, друзья, напоминаю нашего информационного спонсора. Это «Радио Волгоград ФМ»! 195 на 107. Волгоград! 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 Оказывается, Жил Паулу, что песок попал в глаза. И с помощью воды сейчас и с помощью первого арбитра этой встречи Питая Кисловского Прорваем сейчас водой глаза Жил Паулу. И так все в порядке с гражданином Харан Гротто. И игра сейчас восстановится. Как и сейчас, мои друзья, напоминаю, завтра, в четверг, состоится второй день Волгоградского этапа чемпионата России. Интереснейшие матчи. 16.00 встречаются команды «Кристалл», «Санкт-Петербург», «Динамо», «Москва». 17.15 играют крылья советов «Савара», «Дейта», «Санграта». 18.30 встречаются «Московский Строгино» и «Московский Локомотив», это будет интереснейшая «Московская Дерби». И в 19.45 подводник «Ярославль» Ронард Волгоград. Вот такое вот расписание у нас завтра, мои друзья, так что 16.00, добро пожаловать на этот уютный стадион, где у нас проходят игры в России, очень красивые споры, но в этом моменте 14.00 команды «Строгино», Игорь Марсук, Джон Фао, Китка, но в этом эпизоде скидка не точная, кидали Ситаленко. Удов ходили через себя, точно в руки, против работа, и будет ли еще один удар ходили через себя, нет. В этом моменте Андрей Паткар с разговором. Один-два мяча на поле, «Дейтали» Ситаленко, Казинский, убирает, и... «Пять минут, сыграли кабанду, брата, крыльчево, фигуро». «Строгино», «Строгные кабатели», «Строгные кабеля», «Строгные clin flux» «Строгно же сг�jing come when they are angry», « Бой, 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 бой! Его, я думаю, это может получиться очень опасно. Он был и синем очень здоров. Вот, по-моему, это будет призывание. Молодец, молодец! Олег, активно! Олег! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Он здесь, на стадионе, начиная с 12 часов дня. Итак, Антон Гритт, галактика Благогранского рота, готовится пробивочных нудов. Смотрим! Лариза и Пьеда! Счет матча становится! 3-0! Аплодисменты! Аплодисменты вечера! 0-9! Андрей Андреев! Ротов Волгоград! Итак, тревоги, дорогие друзья! За 4 минуты 24 секунды до завершения основного внимания Аплодисменты вечера! И сейчас Антон Гритт победит! Ротов Волгоград! И все же всяких махал! Властная регионная в исполнении 2-5! И зарабатывают уловой! Уживай стоп, да? Ставь! Силы уже! Адюстка, стоп! Ещё раз, быстрее! Господин Ильич Гурляева! Но совсем немного мини-мородов. Уже меньше четырёх минут. Выпустите, молодых. А не менять, ё-ка! Выпустите, не менять! Спарсукова поменяет. Она не умрует. Ильич Гурляева, Санкурий, действует в лучший средний попал. Ура! 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 Три минуты, давай! Да! Ура! 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 Купя unbelief! Ура! 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 И нарушение правил. Штатуда будет пробивать 4-3, когда Игорь Комсул. Игорь Комсул. Удар тварь! Ломает практически перекладину. Игорь Комсул к своему дону. Ну, друзья, великолепное быстрое выступление украинского легионера команды Стравинок. Ну и всего лишь тестовое время на вот этот лес. Остается же у Павлова. Менять, 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 нет. Ну и вот они опять же лицей с новой команды на скоте от песка. У нас по работам мята со штангой. Нет, ну, надо признать, дорогие друзья, что трейдер сегодня не было приличного варианта, но... Ирина Лизовой, блестящая игра банкибера Ротера, Антон Крипп. Штанга переплазила. Словный лидер Замагадоначи. Но в один этой зоне, как вы, обидно, что нарушений правил не было. И перед сборным мячом разы. И так. Поехали. Ну что, хоккей играем, я не пойму. А что, не было лицо? Вася, стричи, выходи. Танпарти-марк. Ну как здесь висит один момент? Сумей, скажи им, пусть поменяют. Хаул! Хаул! Халыч! Сумей, скажи им, пусть поменяют. Хаул! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Рядом со мной Андрей Панкратов, капитан Волгоградского ротора, который только что переиграл Строгино. Андрей, такой первый вопрос. Что скажете по игре? Довольны ли результатом и самой игрой прежде всего? Бессловно, довольны. Потому что практически все получалось и в обороне, и в атаке. Забили голы. Не сказать, чтобы мы их сильно переигрывали. Что у них там много моментов, у нас много моментов. Я думаю, выиграли по делу. Спасибо, конечно, болельщикам. Помогли нам очень сильно. В принципе, все довольны. Вопрос по поводу сборов. Были ли специальные сборы перед этим турниром? Готовились ли вы где-то за рубежом или в Волгограде? Нет, безусловно, были сборы здесь, в Волгограде. Двухнедельные сборы. И думаю, по состоянию хорошо подготовились. Как видите, выиграли первую игру. Очень довольны. Еще раз повторюсь, спасибо болельщикам за такую поддержку. Во многих командах играют бразильские легионеры. Я уже многим задавал этот вопрос, как с ними складываются отношения. Вам немножко другой вопрос по этому поводу задам. Какая музыка звучит ли перед игрой? Включают ли они какую-то свою специальную? Да ну нет, не включают они. Так, все как у нас практически. Ничего, просто они на своем готовятся по-своему, как мы по-своему. А так все вместе, коллектив дружный. Так все у нас хорошо в команде. Спасибо вам большое за интервью и удачи в дальнейшем. Вот такой прекрасный первый игровой день получился в Волгограде. Обязательно смотрите завтра наши трансляции. Завтра будет еще интереснее и жарче. Продолжение следует...